Драконов Будем по мере возможности, буду стараться, просто иногда, ну, душа не лежит, допустим, сегодня у меня к дракону, а придет время, он сам родится и вылепится, быстренько все будет и классно. Давайте рассмотрим именно принцип, в чем заключается начало работы, да, чтобы вопросы многие отпали, наверное, надо начать вот именно с примитивов, давайте разберемся. Допустим, любая модель состоит с какой-то части, допустим, это может быть цилиндр, это может быть куб, я уже об этом говорил, и как вот, допустим, сделать быстро болванку для персонажа. Вот давайте, наверное, с этого начнем, вот пусть голова, у нас сфера идет, да, вот мы жмем Edit, жмем Make Polymesh и заходим, как обычно, в геометрии и нажимаем Dynamesh. Все, Dynamesh сделан, можно теперь с этим делом все работать, сетка будет нормальная. Опять же, тело, да, можно сделать дубляж, этот дубликат делаем в саптулах, с помощью мов перетягиваем и с помощью гизма вот так вот можно вытянуть и установить, допустим, вот так. Также руки можно сделать, опять же, со сфер полностью можно все это делать, но можно также использовать, так, цилиндр. Давайте откроем цилиндр. Хотелось бы, чтобы вы поняли, как бы вы не делали криво боком, у вас все равно должна получиться именно классная заготовка. Так, делаете Dynamesh, Size уменьшаете, допустим, так, и вытягиваете. Чуть-чуть это можно отвести в бок и вот так вот, допустим, еще уменьшаете. Опять же, зрительно вы должны более-менее по пропорциям ориентироваться. Если где-то сбились, не беда, это все можно вытянуть. Вот можно просто вот так вот поставить цилиндр, вот так вот сделать этому цилиндру, опять же, дубликат. Перетащить его вот так вот вниз. И с помощью Gizmo все это дело вот так вот выставить. Если нужно, ну, где-то вот так вот не нужно обрезать. Делаем Ctrl-W одну полигруппу. В принципе, не принципиально. Потом Dynamesh это все подправит. И когда у вас установлены уже ноги, просто делайте геометрии, Modify Topology, Mirror and Well. Вот, казалось бы, да, что тут можно с ней сделать. А это очень хорошая болванка именно для какого-нибудь персонажа. Все это дело можно теперь объединить, а можно работать по отдельности. Допустим, вот вы можете сначала поработать с телом. Мофт Topology кисть ставите, Drop Size побольше, X включаете симметрию. Вот так вот. И уже вы здесь можете моделировать, где-то вытягивать вот так вот плечи, намечать шею. Вот таким вот образом. Где-то спина, где-то грудь будет. Все это, опять же, вы делаете как набросок. Это вот какую картину, допустим, рисовать. Если вам нужны руки дополнительно, да, вот вот так, вы маскируете Ctrl, левая кнопка мыши, размываете, так, Ctrl, Z. Уменьшаете Draw Size, допустим, и Ctrl, жмете на маску, размываете, это опять же по прошлым видео. И можно отключить гизму и ротации просто вот так вот все это дело подзагнуть, а с помощью мофт все это дело можно еще и вытянуть. Вот так. Также можно замаскировать, эту руку. Опять же, Ctrl, размыть маску. И опять же, используя ротацию, можно повернуть это все вот так. И с помощью мофт, допустим, все это где-то вот так вот выровнять. И вот вы видите, что уже болванка преображается, все классно, все зашибись. Голову можно, используя, допустим, уже гизму, немножко сплюснуть, немножко вытянуть, вот так вот, с разных сторон смотреть и подработать ее. Допустим, опять же, используем мофт. включаем X-симметрию, и можно вот добавить где-то челюсть, где-то подтянуть что-то, вот так вот где-то что-то уменьшить. Словом, уже визуализация, вы уже работаете, когда вы смотрите на модель, и уже вот у вас есть основа, с которой можно работать. Вот так вот. Опять же, есть разные тела. Есть тело, допустим, вот такое, типа атлет, вот так его можно сделать. Допустим, вам нужен какой-нибудь жертвец, да? Вы можете свободно сделать дубликат, допустим, той же головы, и перетащить его именно к животу. И все тут можно в произвольной форме, вот так все это дело моделировать, типа будет сумоист. Вот так на бока уходит жирок. Вот так вот. Все это выглаживаете, чуть-чуть живот вот здесь сплюснуть. И уже, ориентируясь на живот, вы можете работать с кистями, добавлять уже, допустим, какие-то детали на тело. Это вот могут быть уже жирные груди сумоиста. Сзади вы можете уже наносить мышцы какие-то, анатомию, добавлять, допустим, тут крылья, добавлять задницу. Очень важная штука. Вот так вот. Если что-то вам кажется не так, то опять же используйте мофт Аполоджи, и уже можете тут себя не ограничивать в толщине, в каких-то деталях. все произвольно гните. Пока взгляд ваш сам не подскажет, что все хватит. Уже прикольно, вот здесь уже нормально. Так вот здесь закрылки побольше добавим, грудь можно увести. Вот так. И вот так все это дело попрямять. Вот что-то в таком духе поначалу будет у вас получаться неказистая, но в процессе работы допустим, те же ноги опять же можно использовать Append, использовать сферу и уже добавлять, допустим, какие-то мышцы. Геометрия опять же можно сделать Dynomesh сразу. И это все дело перетягиваете. Size можно уменьшать. вот так с помощью Gizmo вытягивать и подгонять туда, куда надо. Вот так. Control левая папка мыши дублирует. Вот такая штукенция получается. также их можно кинуть на руки вот сюда вот так вот чуть-чуть поуменьшить подогнать и подкрутить вот так. Вот когда у вас уже все это дело опять же наработано, опять же вы можете это все гнуть, вертеть именно как вам угодно. Не бойтесь, уже тут вы ничего не испортите. Вот такая получается такой получается принцип построения болванки, а потом вы уже наносите какие-то детали где-то подставляете, возможно голову будете лепить отдельно, то все у вас будет уже вырисовываться все лучше и лучше и лучше. Опять же нужно немножко хотя бы знать анатомию где бицепс, где трицепс, хотя бы на школьном уровне по книжке биологии. Вот так все это дело устанавливается и вот в принципе если пропорционально подогнать уже голову, то получается неплохой вариант. Вы все это дело теперь можете объединить, а можете работать по отдельности. Модель будет разбиться на поле группы, допустим делайте марш даун и вот у вас получается объединенная модель разбита на поле группы. Вот так всему это можно сделать динамэш. Все сразу объединяется и можете теперь уже смело заниматься какой-то лепкой. Вот так вот 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 вас присутствуют поле группы потом модель можно разъединить если что-то надо или забрать какую-то деталь и пошли дальше уже использовать разные кисточки alt нажимаете и вот допустим у вас любая кисточка чтобы назад на углубление здесь не переключаться нажимаете alt и вот у вас начинает кисточка делать углубление если будете лепить по обычному то у вас получается она просто делает массу вот так вот опять же внимание более-менее так простым мышцам где какие идут так вот здесь вот все вот так вот переходит живот здесь более-менее на складках низ вот здесь опять же идут мышцы здесь идут колени чуть потоньше они вот вот так теперь можно груди натянуть именно на живот живот чуть-чуть вот эти вот бока сделать побольше вот так вот где-то также можно зад чуть-чуть прибавить опять же смотрим пропорции тела чтобы более-менее гармонично смотрелся и смотрим вот эту часть плечи они уходят именно вот сюда вот так они не находятся впереди а уходят больше к спине туда вот так вот ну и шея тоже вот эта часть находится чуть подаля все это должно быть обвисшее и все это можно выглаживать уже вот такой получается принцип построения болванки вы сначала накладываете делайте каркас более-менее чтобы примитивы подходили чтобы потом заморочки не было что-то вытягивать надо было излишнее время тратить ну вот что-то вот в таком духе можно это все сделать еще симметрично модифита позже мира N12 вот уже нормальный такой гражданин которого потом можно поставить в позу вот так ну и модель не забывайте крутить с разных ракурсов смотреть что-то как где-то что-то добавлять вот такая вот простая штука вот такой вариант получается если добавить крылья крылья это с прошлых роликов с попугая так что если вы что-то делаете какие-то детали вроде если ну как вы считаете что они нормально получились и имеют жизнь в дальнейших моделях вы вы лучше сохраняйте сделайте себе отдельно папку чтобы были именно ваши заготовки чтобы не тратить время вот это вот крыло можно в принципе согнуть переделать добавить это уже проще чем допустим набирать крыло заново но есть такие модели где не прокатывает допустим вот замена каких-то подставок деталей потому что модель требует именно свои крылья допустим но это уже придется вам тогда поработать повозиться но если модель допустим ангел там ангелочек какой-нибудь или еще что-нибудь то в принципе можно наделать несколько вариантов крыльев и просто сделать допустим кисть insert mesh так insert multi mesh вот эту кисть можно сделать нажимаете допустим вот так на нее это опять же все по прошлым роликам на канале есть все если вы все ролики просмотрите то вы в принципе уже можете лепить любую модель вот вы уже сделали кисть которая вам поможет сделать перья допустим так ctrl z ctrl z это нам пока не пригодится ну и в принципе что еще тут можно сделать добавить допустим руки руки опять же показывал это вот и ммм тун кисть здесь можно кстати и тела брать и ноги брать что угодно вот можно давайте возьмем ступню и где-то вот так ее вытянем теперь можно все это дело отделить сделать саптулы и сделать сплит окей вот у нас получается ступня мы можем подкрутить и подтянуть вот так вот используя геометрии используя сайз опять же можно ногу сделать какую надо подогнать туда куда надо вот да у нас тут чуть-чуть не хватает голени сейчас мы все это дело можем подправить а подправить можно двумя способами это переключиться саптулы переключиться на тело поле F отключить можно и используя допустим маскирование вот таким вот образом замаскировать вот эту часть вот так вот замаскировать смотрим со всех сторон чтобы казуса не было нажать control и и просто все это дело с помощью гизма опустить вот так вот вниз и немножко подкрутить если это нужно вот так все это дело получается все снимаем делаем дай на мэш если нужно и теперь можно сделать геометри так ступни пардонте делаем переключаемся на ступню жмем геометри и жмем модифито позже мира тупни вот была неказистая заготовка вы видите что получается уже прям неплохой персонаж теперь немножко ему нужно доработать голени это голени опять же кисточку ставим и вот так вот все это дело вы видите что ломает нужно все это сделать исправить сетку когда вы что-то вытягиваете сетка вытягивается и начинаются казусы снимаем маску если надо дай нам эш делаем дай нам эш и дай нам эш нам сетку делает однообразную вот теперь мы можем с ней нормально работать накидываем массу здесь вот в таком духе располагаются мышцы здесь они чуть-чуть потоньше можно их чуть-чуть притянуть уплотнить здесь добавить набросать можно пока вот колени в таком духе все можно делать поначалу грубовато вот так а потом в процессе уже у вас опять же не забываем альф он работает на углубление где-то вы можете им потихоньку выделить кость вот так вот где-то убрать ненужные детали которые не хотят убираться сглаживанием вот так и вот так все это дело происходит так ну вот уже персонаж готов надо теперь добавить руки давайте руки чтоб не заморачиваться опять возьмем иммун эту вот эту кисточку их просто надо находить тут тут есть два пальца четыре три вот давайте с пятью пальцами возьмем и опять же вот так вот все это дело вытянем опять же переключимся на кисточку стандарт можно теперь их отделить опять же используем предыдущую клавишу сплит сплит гроу сплит вот так вот окей так это у нас ноги вот они наши руки одну часть маскируем так икс симметрия отключаем контрол альт очищаем и с помощью мов вот так вот все это дело можно подставлять допустим это будет вот тут и немножко нужно вот сюда вот так подтянем опять же теперь сделаем модифитопозу mirror and well ну и поработать надо с руками опять заходим в саптулы находим тело вот ну что тут еще отделилось руки можно перевести чуть-чуть вниз а вот тело можно объединить используя merge down если что-то у вас разбито на саптулы то вытягивайте руки именно на отдельный саптул на примитив допустим сферу открыли на нее вытянули кисть сферу удалили а кистью вы уже будете пользоваться это вот так вот бывает проще так ну и немножко давайте порисуем помалюем опять же control левая кнопка мыши так что-то многовато вот опять же если вы где-то залезли не забывайте это дело убирать потому что когда вы будете вытягивать она будет тянуться именно за той моделью которую вы вытянете так control и опять же используем move вот так все это подтягиваем и снимаем маску и делаем дай нам делаем граф сайз побольше все это shift левая кнопка мыши выравнив и немножко так используем move topology вот так все это дело подгоняем здесь делаем потолще вот так вот если вам нужно нарастить массу какой-то части допустим вы вот то что вам не надо можете замаскировать вот так вот крылья можно пока открутить вот так все вы замаскировали и просто заходите в деформацию и жмете inflat и прибавляете массу снимаете маску и можно уже здесь дорастить бицуху как-то что-то доделать ну вот в принципе если сейчас сделать экипаж головы и доработать эту модель то в принципе получится неплохой такой мультяшный ангел типа вестник апокалипсиса скорее всего вот здесь таз побольше вот так живот немножко вот так здесь чуть-чуть сплюснуть добавить немного крыльев вот так ну и здесь вот можно уже коленях где-то в паху складок добавить жировых вот так вот эту часть тоже можно побольше голеня добавить вот так сюда вот так вытянуть таким вот образом так ну подведем итог что я хотел в этом ролике показать что бы вы не делали какую-нибудь деталь какую вы к чему-нибудь не прилепляли все равно у вас что-то получится именно вот в таком духе не напрягаясь если у вас опять же мал-мал вы рисуете мал-мал что-то лепили имеете понятие где какая мышца хотя бы даже на себя смотря если вы лепите руку смотрите на свою руку смотрите это уже точно вы увидите как у вас что идет и так далее ну и опять же в помощь именно для тех кто начинающий вот это вот кисточка ММТ здесь вам тела руки ноги носы и так далее ступни даже вот можете вылепить кентавра вот такой кентавр может получиться заготовка вот уже можно работать с этими примитивами вот тут тоже гражданин пухлый можно было его взять ну весь смысл в том чтобы понять как самому начать из чего так все удаляюсь надеюсь вам этот урок пригодится а я нежданно негаданно вот такого персонажа себе заимел теперь придется его доделывать жалко бросать все всем пока до сюда до сюда до сюда